Да, неожиданный вопрос про Алексея Навального. Скажите, может ли быть такое, что Алексей Навальный тайно работает на Кремль? Вы знаете, в нашей жизни уже удивляться ничему не приходится, но насколько я оцениваю то, что происходит, Алексей Навальный является проектом Соединенных Штатов Америки. И стал он этим проектом, в общем, не очень давно, потому что еще несколько лет назад он был просто бывшим членом партии Яблоко, который поехал работать не в самую известную, не в самую модную провинцию России помощником у тогдашнего губернатора Белых. И занимался он вовсе не борьбой с коррупцией тогда, он даже и думать об этом не думал. Его интересы были значительно менее глобальными. Он думал, как спиртовой заводик продать, как домик в Черногории построить, куда вложить те скромные денежные средства, которые у него были. И вдруг происходит чудо-превращение, как в сказке с Золушкой. Только Золушка в 12 часов как бы теряла отличную одежду и получала, так сказать, повседневную обратно. Плюс у него кучер в крысу превращался. А здесь наоборот. Из простого человека Навальный вдруг стал разом интересен всем мировым СМИ, он стал величайшим мыслителем современности. Хотя я как-то мыслей не видел ни в письменном, ни в устном виде, кроме нескольких лозунгов, которые он произносил. Вот что произошло. Приехала американская бригада туда, увидела его. Он показался им перспективным. В него вложили деньги, в него вложили информационные средства и накачали его до определенных размеров. Но, как говорится, результат пока, я думаю, американских кураторов разочаровывает. Алексей Навальный, известный боец информационного фронта. Что-то же можно этому противопоставить? Вопрос такой. Какие возможности вы видите для исправления ситуации в информационном поле страны? Ведь российское информационное пространство должно формироваться под контролем здоровых, патриотических и созидательных сил. Мы не только думаем о том, что нужно сделать. Мы делаем то, что сейчас можно. Я думаю, уважаемый читатель знает о том, что есть интернет-ополчение, но это именно ополчение. Туда собираются патриотические мыслящие блогеры, просто патриотические мыслящие пользователи интернета, которые вместе объединившись решают определенные задачи по борьбе с информационным нападением наших геополитических друзей. Эти вопросы решаются, но это пока все-таки ополчение. Вот это народное ополчение. Для того, чтобы решить вопрос победы в информационной войне, одного ополчения мало. Это правильно и хорошо. Это партизанские отряды. Но нужна регулярная армия. Вот представьте, в лесах бродят партизаны, взрывают, уничтожают, нападают, мешают врагу как могут, чтобы приблизить победу регулярной армии в фронт, который идет. А представьте, что регулярной армии нет. Могут ли победить партизаны? Наверное, могут, но этот процесс будет очень долгим. А может быть и вообще здесь победа будет затруднительна в этой ситуации. Поэтому, конечно, информационное противодействие должно осуществляться на уровне государства. Что нужно сделать? В первую очередь, принять ряд законодательных актов. Движение в этом направлении мы уже увидели. Вы всегда можете определить, если закон правильный, значит рукопожатные СМИ воют, кричат и истерят, как сумасшедшие. Ну, как святой водой на бесов попрыскать немножко, так они вот по потолку бегать начинают. Так и здесь. Принят закон о... я не помню его правильное название, который дает возможность заносить черные списки в некоторые сайты интернета. Да, это первый путь. Должны быть более ясные и простые законодательные акты. Ответственность за ложную информацию. Казалось бы, что проще? Сейчас печатают, что хотят, и никак не отвечают. Первое, опубликовали ложь. Предупреждение от Министерства печати. Второе предупреждение. После третьего отзывается лицензия, и все. Либо там промежуточные еще какие-то большие штрафы, очень большие штрафы. И тогда и владелец печатного средства массовой информации, и владелец даже интернет-сайта, будет более тщательно подходить, извешенно к той информации, которую он распространяет. И вот сознательные взбросы они делать не будут, потому что после этого просто их закроют, и все. А даже имя сайта раскручивается достаточно долго, и это большие вложения. Поэтому нужно отвечать за ложь и клевету. И вот движение в этом направлении есть, но она пока еще достаточно такая робкая и несмелая. Нужно более активно двигаться. Продолжение следует...